Здравствуйте, учащиеся 11 класса. У нас сегодня урок истории Казахстана. Прежде чем мы приступим к уроку, мы просмотрим небольшой видеоролик, с помощью которого мы сами определим тему и цель. Внимание на экран. Казахстан приближается к 30-летнему рубежу своей независимости. Признанное государство с эффективными институтами и развитой экономикой. Влиятельный участник международной политики. И все это почти за три десятка лет достигнуто самостоятельно. Но со временем обстоятельства размываются, и молодому поколению может показаться, что независимость была следствием цепочки случайных событий. Однако это не так. Вы просмотрели видеоролик, и давайте ответим на вопрос. Как называется наша тема урока? Я думаю, вы догадались. Тема урока – обретение Казахстаном независимости. На этом уроке мы рассмотрим процесс становления независимого Казахстана и его этапы. Но прежде чем мы приступим к теме урока, давайте вспомним, что такое независимость. Вы с этим термином были знакомы на уроках географии и основы права. Независимость – это политическая самостоятельность, суверенитет, отсутствие подчиненности и зависимости нации, народа, государства или страны. Мы 16 декабря ежегодно отмечаем День независимости. Но давайте рассмотрим, как Казахстан прошел путь к независимости. Вы видите на экранах иллюстрации. Попытайтесь определить, какие исторические события указаны на них. На иллюстрациях изображены декабрьские события 1986 года, подписание Декларации о государственном суверенитете Казахско-Советско-Социалистической Республики, утверждение должности президента Казахско-Советско-Социалистической Республики. Но кроме этих событий, в 1991 году происходили и другие. Так, например, 21 августа 1991 года был образован Совет Безопасности Казахско-Социалистической Республики. 29 августа 1991 года указом Назрутана Абишевичем Назарбаевым был закрыт Семипалатинский ядерный полигон. 7 сентября 1991 года распустили Коммунистическую партию Казахско-Советско-Социалистической Республики и создали социалистическую. А 5 октября 1991 года была образована партия Народный конгресс Казахстана. Стоит обратить внимание на исторические события, произошедшие в декабре 1991 года. Внимательно посмотрите на иллюстрации и попытайтесь их определить. 1 декабря 1991 года состоялись всенародные выборы президента Казахстана. 8 декабря 1991 года произошло подписание Беловежского соглашения. 10 декабря произошло сразу два события. Это переименование Казахской СССР в Республику Казахстан и принятие присяги Насуртаном Абишевичем Назарбаевым. 12 декабря 1991 года был принят указ о реабилитации граждан, которые участвовали в декабрьских событиях 1986 года. А 16 декабря 1991 года был принят закон о государственной независимости Республики Казахстан. 21 декабря 1991 года произошли важные события. 11 бывших советских республик подписали соглашение о создании СНГ, которое в дальнейшем получило название Алматинская декларация. Таким образом, 16 декабря 1991 года Казахстан, последняя из союзных республик, поразгласила независимость. А уже 25 декабря 1991 года сам Советский Союз прекратил свое существование. Вам известно, что существуют признаки независимого государства. Они подразделяются на основные и дополнительные. Рассматривая иллюстрации, мы можем их определить. К основным относятся территориальная организация власти, государственный суверенитет, аппарат управления, армия, правоохранительные органы, суды, налоговая служба, монополия государства на правотворчество, то есть создание законов. И дополнительные признаки государства – это единое экономическое пространство, столица, государственные символы, герб, гимн, флаг, единая денежная система, государственный язык, внешняя политика и другое. Таким образом, мы изучили исторические события, которые повлияли на прозглашение независимости РК. На следующем уроке мы продолжим данную тему по следующим вопросам. Это государственные символы, форма управления, институт президентства. Итак, учащиеся 11 класса, вы должны выполнить домашнее задание. Первое. Составить тест закрытого типа, состоящий из 15 вопросов. Второе. Составить 3 толстых вопросов и написать на них ответы. Для выполнения домашнего задания вы можете использовать дидактический материал или интернет-ресурс itest.gizet. При выполнении второго задания, то есть составления толстых вопросов, вы должны вспомнить, что вопросы подразделяются на тонкие и толстые. Тонкие вопросы, они являются простыми «что», «где», «когда». Толстые, они связаны с причинно-следственными событиями. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...